Здравствуйте! В центре политика я Алексей Рожин и начинаем программу по традиции с рейтинга, составленного экспертами Агентства политических новостей Нижний Новгород. Тройка лидеров. Дмитрий Сватковский, заместитель губернатора Нижегородской области. На минувшую неделю была объявлена муниципальная тройка, которая поведет список Единая Россия. Под номером один олимпийский чемпион по пятиборью Дмитрий Сватковский, который в качестве андердога в спорте стартует с нулевой позиции, по пути успешно расправляясь с инвестициями и социальной сферой. Олег Сорокин, глава Нижнего Новгорода. В СМИ и социальных сетях обсуждается выступление Олега Сорокина на полицовете Единой России, в котором он подверг критике методы проведения праймерес. Такая позиция вызвала одобрение даже со стороны самых последовательных критиков городской власти. Валерий Шанцев, губернатор Нижегородской области. Интерес инвесторов к региону остается высоким. Объем инвестиций в основной капитал сохраняется на докризисном уровне. Порядка 300 миллиардов рублей в год. До конца года откроется ряд крупных производств. Также сократил и обновил региональные правительства. Тройка неудачников. Артем Кавинов, секретарь полицовета Нижегородского регионального отделения Единая Россия. Региональное отделение партии вместо того, чтобы провести расследование и наказать виновных, практически никак не отреагировало на обвинения в массовых потасовках на праймерес, предпочтя упорно твердить, что никаких нарушений не было. Валерий Осокин, депутат Законодательного собрания Нижегородской области, выступил с предложением лишать глав городов, избираемых с числа депутатов, их депутатских мандатов. При этом схема замещения депутатов в этом случае не продумана, так как в любом случае будет несправедливой по отношению к воле избирателей. Валерий Шанцев, губернатор Нижегородской области. В СМИ и соцсетях решение полицовета Единой России, в частности, странную первую тройку и отказ дать принципиальную оценку скандалам на праймерес, трактуются как принятые по настоянию губернатора и, конечно же, не прибавляют политических очков Валерию Шанцеву. Продолжая тему праймерес Единой России. Накануне единороссы дали небольшую пресс-конференцию по итогам выборов. Какие цифры услышали журналисты и о чем в партии власти предпочитают не говорить? Предлагаю посмотреть сюжет. В региональном полицовете Единой России продолжают удивляться высокой явки избирателей на праймерес. В Нижнем Новгороде около 9,5% от общего количества избирателей в городе пришли поддержать единороссов. В Лукоянове 12,5%, в Дзержинске почти 7%, в Лысково 6,5%. Но все рекорды побил закрытый Саров. Более 40% от общего числа избирателей в городе. В партии подобный успех объясняют серьезной работой кандидатов в кандидаты, которая проводилась именно в своих округах. При этом формулировки подбирают с особой тщательностью. Открытая модель голосования, она в первую очередь ориентирована на массовый, если можно так сказать, выход людей на вот эти предварительные участки для голосования. Потому что явка, которая была показана и не только в Нижнем Новгороде, но и в районах области, она, собственно говоря, для нас в какой-то степени была неожиданной. По итогам праймерес, как рассказала Мария Холкина, исполняющая обязанности секретаря местного отделения Единой России в Нижнем Новгороде, всего было подано 6 жалоб. Стимулирование избирателей, деньги, продуктовые наборы, которые, по словам участников праймерес, выдавались при голосовании за конкретного кандидата, она нарушением не считает. При этом происходит подмена понятий. Праздник на округе, который могли организовать сразу два кандидата соперника, приравнивает к денежной лотереям. Все эти жалобы касались поведения либо команд, либо группы поддержки самих кандидатов вне участков. Поэтому они никаким образом не могли повлиять на результаты голосования. Все результаты у нас объективные, качественные. Также по итогам праймерес была определена региональная тройка Единой России. Первым номером пойдет заместитель губернатора, бывший москвич Дмитрий Сватковский. Вторым и третьим идут люди, которые не совсем знакомы широкой публике. Гендиректор торгово-промышленной палаты Дмитрий Краснов и промышленник Василий Шупранов. Первая кандидатура, кандидатура Дмитрия Валерьевича Сватковского, она по большому счету объединяет вокруг себя и своим внутренним настроем, своей работой, которой занимается на сегодня Дмитрий Валерьевич. Большой социальный блок, у него огромный опыт работы в этом направлении. Вместе с тем за плечами серьезная работа в инвестиционном блоке. Ну и прошлое, это олимпийский чемпион, соответственно, человек, который находится в первой сотне президентского резерва. Бюрократический итог праймерис. От нашего региона федеральный политсовет поступило 14 предложений по изменениям в регламенте самой процедуры. Но на пресс-конференции не прозвучало главного. Где партийные выводы по целому ряду кандидатов, замеченных в подобного рода стимулированиях? И станут ли они лицом Единой России на предстоящих осенью муниципальных выборах? Еще одна новость пришла с левого края политики. Дмитрий Каргин определился со своей политической позицией. На минувшую неделю красный партбилет Каргину вручал лично Геннадий Зюганов. Нам удалось предварительно договориться на интервью с Дмитрием Валерьевичем примерно на середину месяца, после того, как он определится, по какому округу пойдет. А у нас на этом все. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин